Девушки отдыхают Губернатор снова лично посетил строящиеся к 450-летию города объекты Подобрали ключи, сегодня стали новоселами и обладателями благоустроенных квартир Те, кто пострадал от взрыва склада пиротехники По некоторым вопросам нашли подходы к решениям С рабочим визитом «Орел» посетил заместитель полномочного представителя президента ВЦИФО Николай Овсиенко Сегодня он провел ряд деловых встреч До конца этого года будет введено второй антиплекс и даже третий Высокое качество телесигнала, цифра идет по стране Начиная с осени орловчане могут расширить диапазон до 20 каналов Губернатор области лично решил проверить ряд юбилейных объектов И сравнить свои впечатления с докладами подчиненных А также поговорить с руководителями подрядных организаций И оценить объем работ Наталья Пехтерева с подробностями Его необычность заметна издалека Долгожданный детсад, как будто сошедший с картинки Обещает стать не только эффектным внешне, но и хорошо продуманным внутри 18 групп рассчитаны на 320 детей А вот будущая гордость взрослых и радость детворы В бассейн Мы проверяли гидроизоляцию чаши Все успешно, акт подписан Заведующая Лариса Сидякина надеется, что 2015 станет годом открытия Подрядчикам по домоскованному ВСУ предстоит наверстать упущенное время Сроком сдачи объекта значился сентябрь Губернатор Вадим Потомский приехал на объект, чтобы лично оценить ситуацию Вы по субподряду договорились? Ну по субподряду здесь пока один вопрос решен, это по поставке дверей И все, да? Да, пока все В переговорах работы по ослаботочным сетям и поле нулевым Объект на 95% готов Уже мебель завозят В Орле подмосковная компания по юбилейной программе Возводит еще два объекта на сериал здравоохранения Перинатальный центр, про то где-то процентов, я думаю, на 75 То есть тоже осталось конечко по сантехнике, электрике, слаботочке И завершение отделочных работ Про клинический корпус детско-областной больницы вывезли Там тоже готовность 90 на 5-97% Как отметил Вадим Потомский, ситуация на еще одном медицинском объекте Многопрофильном центре Орловской областной клинической больницы Пока что остается сложной Мы ушли в долгую судебную историю Благодаря, в кавычках, тому подрядчику, который там был Он сегодня всячески будет нам ставить палки в колеса Потому что если в суде мы докажем тот ущерб, который он нам принес Сумма будет очень приличная А для того, чтобы на этот объект зайти с другим подрядчиком Мы должны новому подрядчику четко сказать На какие деньги он должен рассчитывать для того, чтобы объект достроить Остальные юбилейные стройки серьезных опасений не вызывают Говорит Вадим Потомский Объекты мы достроим Мы найдем механизм взаимодействия Потому что на объектах, как вы видите, мы встречаемся с подрядчиками Выясняем, по крайней мере, я сам лично слышу Те тонкие стили и те вопросы, которые у них не получается решить И тут же, сходя из определенного опыта, предлагаю свои решения Пока со мной соглашается Я думаю, соглашаться буду в дальнейшем Потому что основная задача достроить В зоне особого внимания вторая очередь раздольной Ее планируют сдать уже в этом году Будем стараться в ноябре месяце этот объект уже сделать Работы очень много там Там очень много вылезает подводных камней Которые не были учтены в проектной сметной документации Но ничего страшного, ничего страшного Нам сейчас с сетевиками надо договориться Чтобы мы все с ними согласованно перенесли сети И работа эти были начаты в полном объеме Техника уже стоит, материалы закупаются Поэтому деньги для этого есть Ряд поручений были даны после инспектирования Школы на Ботанике и Театра Свободное пространство За 4 месяца здесь можно горы еще свернуть Успеть можно, много чего сделать Объект можно сдать за 4 месяца Кроме того, на особом контроле Ход реконструкции Орловских набережных Проведение работ губернатор также оценил лично Очень давать, чтобы на следующий день было 250 человек Понятно Услышали меня, да? Да Это один из объектов, который у нас не вызывает сомнений Что он будет сдан вовремя, в срок И мы получим очень красивую набережную К юбилею нашего города Поэтому давайте немножко подождем Думаю, будет красиво В зиму уйдем с 90% готовностью, заверяют подрядчики На сегодняшний день практически выполнены 50% строительства На 4 участках практически выполнены все железобетонные конструкции И сейчас где-то процентом отношений 50% на 2 остальных участках ведутся работы Своевременный запуск объектов 450-летия Орла Это задача номер 1 для региона Вплоть до завершения строительства объектов Вадим Потомский будет лично контролировать ход работ Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной В среду две семьи из тех, чьи дома были уничтожены При взрыве пиротехники, прогремевшем в Орле в конце апреля Получили ключи от новых квартир Они будут жить в новостройке в микрорайоне Зареченском Ключи новоселам вручили первый заместитель главы администрации Орла Андрей Усиков И руководитель строительства транспорта из ЖК Харловской области Александр Ремига Чиновники лично решили убедиться, что условия проживания в новых квартирах достойные Иди, запускай каталью Запускай Вот, выходите Восьмилетний кот по кличке Степа в новую квартиру входит с опаской В прошлое страха натерпелся Когда прогремел пресловутый взрыв пиротехники И загорелась однокомнатная квартира в двухэтажке, в которой жила его семья Он уцелел каким-то чудом В квартире тогда, кроме Степы, никого не было Он сбежал и вернулся на попелище ровно через месяц С тех пор так и живет на улице Здесь кровать двухъярусная стояла Здесь стол у них письменный стоял Здесь диван стоял Здесь шифонер был Здесь люстра висела Эльмира Гончарова, хозяйка Степы и мать семейства из четырех человек Интерьер детской комнаты описывает хоть и с улыбкой, но неохотно От нажитого за всю жизнь не осталось ровным счетом ничего Обрастать имуществом семья теперь будет в новенькой двушке площадью в 40 квадратных метров Дом только что сдали Вручаем долгожданные ключи администрации области Всячески пыталась поспособствовать и помочь Оперативности все самое важное Но теперь вас поздравляем от всей души И самое тяжелое осталось позади Теперь самое приятное Это хлопоты по устройству Спасибо вам большое Спасибо большое, что жили в гостинице Областной администрации, городской Спасибо администрации Квартира, конечно, хорошая Соседи Гончаровых будут жить в следующем подъезде Их вселили в однокомнатную квартиру в 35 квадратных метров Сгоревшая квартира была площадью в 25 квадратов Вот и увеличение жилой площади и все прочее Новая жилья есть новая жилья Конечно, новый дом, новая квартира, ремонт, все по-свежему Руководству города и области осталось расселить жильцов из 12 сгоревших квартир и двух частных домов Последние решили на Попелище ничего не строить и будут вселяться в новенькие трешки В ближайшие месяц-полтора мы планируем всех переселить Что касательно собственников частных домов, то пять домов возводится Срок стоит конец октября по возведению Частные дома отстраивают точь-в-точь по контуру сгоревших Пока все бывшие погорельцы и будущие новоселы живут, как и прежде, в гостинице «Русь» Те же, кто решил переселиться в новые квартиры, будут обитать в новостройке по соседству с той, от которой вручили ключи сегодня Дом в эксплуатацию сдадут в четвертом квартале этого года Илья Береву, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной Сегодня «Орел» с рабочим визитом посетил заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Николай Овсиенко Днем во время протокольной встречи с губернатором Вадимом Потомским Гость поинтересовался социально-экономическим положением в области ходом уборочной кампании Главная цель его визита – это участие в пленарном заседании Координационного совета председателей судов ЦФО, который состоялся сегодня утром в Орле Обсудили те вопросы, которые тревожат судейское сообщество И самое интересное, что по некоторым вопросам нашли подходы к решениям Они будут доложены и председателю Верховного суда, полномочному представителю президента И я думаю, что будут в процессе использованы в том числе и при законотворческой деятельности Кроме того, Николай Овсиенко отметил беспрецедентную по масштабу подготовку города к 450-летию И выразил надежду, что губернатор области справится с поставленной задачей Мне есть чем сравнить Я могу сравнить город Орел немножко, так сказать, чуть раньше Он хорошеет, он хорошеет на глазах Это красивый европейский город Хлопот много будет у Вадима Владимировича Я думаю, что с каждым днем их будет все больше Есть поручения президента, которые обязательно нужно выполнить Есть ответственность перед людьми, которые ждут этого праздника Я абсолютно убежден, что губернатор справится со всеми этими нагрузками И даже вплоть до круглосуточной работы он все сделал Деньги в размере 12 миллиардов, но юбилейные объекты именно с федерального бюджета были выделены Поэтому нужно будет отчитаться за ту работу, куда мы эти деньги, куда они поступили Как мы их правильно использовали и в каком виде те объекты, на которых они были направлены Так что работы очень много еще предстоит У нас еще осталось чуть меньше года, но достаточное количество времени, чтобы все их довести до ума В ходе визита Николай Овсиенко также посетил пожарную часть номер 5 и кинологическую службу Орловской области В Орловской государственной филармонии прошел праздник для будущих первоклассников Поздравление с первым учебным годом стало частью ежегодной благотворительной акции «Дорога в школу» Акция в Орле стартовала месяц назад Благодаря помощи жителей уже удалось собрать в школу более 200 детей Подарки в качестве самых нужных школьных принадлежностей в этот раз получили 90 первоклассников из многодетных семей Очень хочется всем, кто работает в администрации города Орла Чтобы вы очень хорошо учились Чтобы получали как можно больше знаний Я очень надеюсь, что среди вас, сегодня сидящих в этом зале Будущие мэры нашего города и будущие руководители Для тех, кто только учится читать, презенты приготовила и библиотека Бунина Представив на выбор бесплатные книги Для первоклассных спортсменов приготовили эксклюзивные костюмы официального экипировщика Очень хочется всем, кто работает в администрации города Орла Чтобы вы очень хорошо учились Чтобы получали как можно больше знаний Я очень надеюсь, что среди вас, сегодня сидящих в этом зале Будущие мэры нашего города и будущие руководители Для тех, кто только учится читать, презенты приготовила и библиотека Бунина Представив на выбор бесплатные книги Для первоклассных спортсменов приготовили эксклюзивные костюмы Официального экипировщика сборных команд России В завершении праздника юным гостям Артисты филармонии показали театрализованное представление Полицейские творцы получали заслуженные награды накануне в региональном УВД Там подвели итоги конкурсов «Доброе слово» и «Открытый взгляд» Стражи порядка соревновались в искусствах владения словом и фотографии Участвовали сотрудники ветераны региональных органов внутренних дел и члены их семей Чтобы наши сотрудники не зацикливались не только на работе Но и могли душой отдохнуть, увлекаясь фотографией Или увлекаясь сочинением прозы, стихотворений Победители региональных этапов обоих конкурсов отправятся в Москву Там попытаются доказать, что самые творческие полицейские Служат в сильной литературными традициями Орловской области Более 200 вузов России сегодня предлагают свои магистрские программы Среди них и Академия госслужбы и народного хозяйства За короткий срок здесь предлагают получить абсолютно новую специальность Сергей Кравцов о подготовке кадров Звание магистр в России существует с 1803 года и носило статус ученой степени На данный момент магистратура это вторая ступень высшего образования Высшее профессиональное образование подтверждаемое присвоением лицу Успешно прошедшему итоговую аттестацию Квалификации специалист или квалификации магистр Подготовка специалиста или магистратура Магистратура насчитывает уже более 200 лет И просто в разные эпохи это были разные Либо степени, либо академическое звание, либо уровень подготовки В Академии госслужбы по всем направлениям подготовки Повысить свой уровень профессиональных знаний решили более 500 магистрантов После освоения бакалаврской программы Срок обучения 2 года Магистратура дала возможность владения методиками Преподавательской, научно-исследовательской деятельности Опыт написания магистрской диссертации Помогает в дальнейшем при обучении в аспирантуре Из экономистов в юристы или госслужащие Специальных знаний от претендентов в магистры не требуют Обучаясь в магистратуре профессию можно изучить с АЗОВ И в дальнейшем строить карьеру Имея два высших образования Инженер-менеджер по качеству И менеджер государственного и муниципального управления В этом году я приняла решение Обучаться в магистратуре по направлению юриспруденции В магистратуре превалирует индивидуальный подход к каждому обучающемуся И это позволит получить действительно глубокие теоретические знания И практические навыки в области юриспруденции Конкурентоспособность на рынке труда Дипломированных магистров Академии госслужбы Особый знак качества Как отмечают студенты Новые знания и навыки, полученные в УЗИ Помогают успешно конкурировать на рынке труда Сергей Кравцов, Антон Яковлев, телеканал Первый областной Клуб творческой интеллигенции провел публичную встречу С духовенством региона в областной библиотеке Темой мероприятия стало восстановление святынь на Орловщине Одной из таких является действующий Оптин женский монастырь в Болхове Участником встречи была представлена Печатная и иллюстративная продукция Рассказывающая об истории культурного объекта Федерального значения Митрополит Антоний в своем выступлении Затронул важность подвижнических начинаний Приводя в пример князя Владимира Крестителя Руси Этот год именуется годом тысячелетия Памяти святого ровноапостольного князя Владимира И конечно же он был грамотнейшим И не только грамотнейшим, но человеком Наученым, заслуженным, понимающим На встрече присутствовали представители духовенства Воспитанники православной гимназии Студенты, школьники, преподаватели вузов Как настроить свой телевизор на прием высококачественного сигнала? Всем ли доступно цифровое телевидение? Ответы на эти вопросы можно получить в открывшемся центре консультативной поддержки Созданном под эгидой российской телевизионной и радиовещательной сети Алана Воженина выясняла Во сколько же обойдется переход на цифровое ТВ для рядового орловчанина? О том, что сегодня эра цифрового телевидения Уверенно охватывает планету, ни для кого не секрет А вот то, что смотреть высококачественное изображение Может практически каждый И бесплатно все еще в новинку Программа введения в стране цифровой трансляции Была начата 6 лет назад Сегодня в рамках ее реализации Открыты тысячи пунктов консультационной поддержки Один из них начал работу в Орле Здесь получить квалифицированную помощь Может любой потребитель Как организация, так и частное лицо Виктор Конин специально приехал из федерального центра Чтобы наладить работу Российской телерадиовещательной сети в Орле По существующим ГОСТам Даже если в аналоговой картинке Она не четкая, размыта Оно все равно считается, что вы ее приняли Вы ее смотрите, слушаете А вот цифровая Это будет уже картинка высочайшего качества И альтернативы нет Плохая, хорошая Она либо есть, либо ее нет Эта высоко четкая картинка Уже доступна 74% жителей Орловской области Проблемы остаются с введением второго мультиплекса Пакета из 10 каналов Отличающихся определенной спецификой Сегодня второй мультиплекс доступен только жителям Ливен и области Но уже в сентябре-декабре и Орловцы смогут расширить диапазон своих телеканалов до 20 Заверил руководитель Департамента промышленности и связи До конца этого года будет введено второй мультиплекс и даже третий Третий мультиплекс будет содержать просветительские, развлекательные и региональные каналы Прошедшие конкурсный отбор Такой спектр каналов существенно отразится на покупке спутниковых антенн Ведь для того, чтобы смотреть качественное цифровое телевидение Не нужно тратиться на тарелки, ресиверы, их обслуживание и установку Затраты будут гораздо меньше, а качество выше Я думаю, можно уложиться, все зависит от того, где находится точка приема И от полутора тысяч до трех Полностью покрыть Орловщину цифровым вещанием планируется уже к концу следующего года В этом году мы планируем запустить еще 22 объекта, если все нормально пройдет И один объект у нас остается на 16-й год Эра аналогового телевидения уходит в прошлое Подталкивая зрителя к переходу на новый тип изображения и звука Алла Новоженина, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной Это все новости на сегодня Интересную информацию продолжайте сообщать нам по телефону редакции 76 10 28 А также пишите на сайт obladin.ru В студии был Дмитрий Пустовой, всего доброго Смотрите нас завтра в это же время В связи с проведением демонтажа гипермаркета «Линия» ЗАО корпорация «Грин» осуществляет продажу торгового, холодильного оборудования и строительных материалов Пластиковые конструкции, светильники, радиаторы, двери и окна Телефон 8 910 211 19 93 Срочно набираем консультантов по бренду Официальная работа, полный рабочий день Рабочий график со вторника по субботу Заработная плата 25 тысяч рублей Служебный айпад Интересные обучающие курсы и тренинги Телефон 8 920 810 01 10 Не знаешь, что подарить? Подарок нужен через полчаса в офис 57 Любые фото-сувениры за 30 минут и даже быстрее Кружка 250 рублей Футболка 500 рублей Подушка 550 рублей И другие подарки быстро, качественно, оригинально Приходи! Орел Шумяна 37, первый этаж Звони 76 09 08 Скидка 20% и озеленение в подарок DaniloMaster.ru Экспресс-радио представляет Первый в Орле фестиваль охота на дичь 5 сентября на сцене Green Air А также победитель проекта Охота на дичь Которого выбираете вы 5 сентября Грин Эйр Начало в 16 часов Наши партнеры Город развлечений ТМК Грин Компания Барс Авто Автосервис и сеть фирменных магазинов автозапчастей В Орле и Орловской области Праздничное агентство Светланы Нарышкиной Артист Сделай свой лучший праздник Мобильный оператор Теле 2 Качественная связь и скоростной интернет По низким ценам Славянская мебель Крупнейший производитель и поставщик Офисной мебели в регионе Они жертвуют своим сном Они встают раньше, чем солнце Плетутся по пустынным улицам родного города Чтобы каждое утро разбудить вас Валентин Тюрин и Станислав Иванов Ничего ничего, просто здоровым утром С понедельника по пятницу с 8 на 10 на Экспресс-радио Телеканал Первый областной объявляет набор на замещение вакантной должности менеджера по рекламе Телефон 44-40-20 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Охота на дичь продолжается! Отправь бесплатное СМС-сообщение с номером понравившейся группы на короткий номер 403 Группа Даниэль Джон Кетт СМС с цифрой 1 Селф Рейсерс Цифра 2 За группу Экскалибур Цифра 3 Пятое августа Цифра 4 Свадок 5 Группа Токи Цифра 6 Хэви Рейд Отправь цифру 7 За Манки Позишн Цифру 8 На короткий номер 403 Группа победителя Объявим 1 сентября Спеши! Именно твой голос может стать решающим Внимание! Голосование доступно только абонентам Теледва Одно СМС-сообщение с одного номера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова СМС-сообщение субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова